Для Григория Бондаренко это самый важный день в жизни. Сегодня он рукоположен в священнике. Теперь он отец Григорий. Об этом мечтал с самого раннего детства, прислуживая в алтаре и обучаясь в семинарии. У молодого священника скоро будет своя паства, а особую торжественность к моменту придает атмосфера праздника преображения Господня. Да, теперь этот день связан будет как бы. Хиротоний один раз в жизни бывает священнический. Теперь это будет мой, так скажем, как мой день рождения священства. Особо радость в том, что это еще был десятый праздник. Это одно из двенадцати, что в один из двенадцати праздников мне рукоположили. В праздник преображения богослужения прошли во всех православных храмах мира. В Самаре центральным местом торжеств стал Софийский собор. На литургии вспоминали библейский отрывок о том, как Иисус Христос поднялся на гору Фавор с тремя своими учениками, где преобразился так, что лицо его просияло, как солнце, а одежды стали белыми, как снег. За две тысячи лет это повествование многократно прославлялось в изобразительном искусстве и музыке, прозе и поэзии. Вышли толпою, врозь и парами. Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня 6 августа по-старому. Преображение Господни. Обыкновенно свет без пламени исходит в этот день с фавора, и осень яркая, как знамение, к себе приковывает взоры. Так писал об этом празднике Борис Пастернак. Преображение Господни описывали в своих сюжетах многие русские классики. Гаврил Державин, Иван Шмелев, Александр Блок, Сергей Есенин и многие другие, вдохновленные библейским сюжетом о нетварном фаворском свете, который еще ярче, чем сегодняшнее праздничное солнце. Одна из главных традиций преображения – благословлять церковным чином новый урожай овощей и фруктов. Не случайно на Руси укрепилось народное название праздника – «Яблочный спас». Сегодня прихожане принесли в храмы свои плоды на освящение. Но дело не в яблоках. Для каждого человека важно духовно преобразиться, стать добрее и радостнее, избавиться от злобы и пороков. Нам всегда приятно видеть чистые глаза и открытую улыбку. А главное, чтобы за внешними атрибутами праздника люди не забывали о делах милосердия, что важно прийти кому-то на помощь, поддержать одиноких и больных, рассказать добрый анекдот тому, кто на грани отчаяния. В этом и есть, пусть небольшое, но очень значимое преображение души человека. Олег Зверев, Сергей Баскин, События.